Всем приветик, девочки! Сегодня суббота, 23 марта. На улице Теплотень. На градусники плюс 6. Я вся взмокла. Короче, у меня замок разошелся на пальто. Сейчас еле сходила, уже там на заклепочке застегнулась. Я ходила, сейчас зашла в белорусский магазин и фабрику качества на товарёчек. Купила сосиски рубленые. Смотрите, какое масло купила, попробовать белорусское. 160 рублей стоит вот этот большой прикид. Купила там же белорусском сыр, Маздан. И фабрика качества купила премьеру колбаску в холодильнике. Закончилась там. И белорусскую сметанку, 26%. Также зашла в аптеку. Купила, закончились у меня таблеточки мои. И стерильный бинтик. Также зашла, получила посылочку. Это мне Катюшка подарил денежку на 8 марта. И я заказала себе, заказала себе для кукляшек. Кое-что для кукляшек. Вот такая была посылочка. Думала, будет такая, знаете, это. Но в мягкой упаковке. Сейчас мы ее раскроем и посмотрим. Сыр Маздан 760 рублей килограмм стоит. На 238 кусочек сметана минская 70 рублей. 160 рублей масло сливочное золотое. В общем, вот эта покупочка у меня была на 473 рубля. Ну и колбаска премьера и сосиски рубленые тоже на 400 рублей. Где-то так. Вот сейчас в магазин как сходить, да, девчонки? Тысячи как не было вам. Посылочка шла из Томска. С 12 марта сегодня. 23. Ну она вчера уже пришла, 22. Ну, 10 дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У средands все вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот из-за этой линейки, наверное, была в коробках. Могу выкидывать не будет, пригодится. Ниточки, 87 рублей, ручка, обводить по ткани. Господи, такие малюсенькие глазки и столько стоят. Сто с лишним рублей, я думаю, как-то побольше. Они вот такие кошачьи глазки для котиков взяла. Посмотрите, какие малюсенькие, малюсенькие. Надо каждый раз смотреть с линейкой размера, чтобы потом не обалдевать. Так, шплинты. Т-образные шплинты для куклы мне нужны. Раз, два, три, четыре. На две куклы хватит. Ой, это всего-то столько мало. Два миллиметра бронза. Надо десять штук всего. Маняськи такие. Двадцать пять миллиметров, двадцать. Такие шплинты. Такие вот диски. Диски, как они. Наконец-то это все пришло. Можно, а то не могу начать. Но я начать начала, а там нужно шплинты уже вставлять. Так, пуговичков немножечко. И вот такой ключик для котика 60. А это подвесочка. Может девочку парикмахер сделаю. Так, вот такой у меня был заказ. Маленькие пуговички мне нужны. Ну вот розовеньких. Ну что, две штуки, что ли всего. Микс. Кажется, это больше, да? Всех по чуть-чуть, короче. Дорого. Хочется много чего всего заказать. Но все так дорого. Так, сейчас я принесу свой сколерозник и проверю. Все ли у меня в наличии. Проверила. Все так оно и есть. Так. Вот это лекало я ждала. Глазки мне рисовать надо. Так. И 10 штук проволоки вот такой вот вставлять в ручки. Такая вот проволока. С оплеткой. В бумажной оплетке написано. Все соответствует моему заказу. Но больше не меньше. Решила рассмотреть поближе. Масло сливочное золотое. 82,5 написано. Высокожирные пастеризованные сливки. Изготовлены в лучших традициях. Республика Беларусь. Высший сорт. Изготовленное число месяц год. Ничего нету. Чисто. Почему чисто. Так. И что и как его достают. Смотреть хоть там. Красивая конечно упаковка. Нечего сказать. Сейчас попробуем. Золотое у вас в масленке написано. Ох ты батюшки. Тут за упаковку наверное сколько только отдать надо. Так. Вот здесь написано 4 марта изготовили. Честно вам сказать не пахнет ничем. Если я курское открываю масло нюхаю. То там идет сливочный такой вкусный аромат. Здесь я ничего не обнаружила. Бумагой пахнет и все. Посмотрим на вкус как будет. Масло очень красивое. Прелесть. Так. Сметанка. Минская марка. Триста грамм. Двадцать шесть процентов. Двадцать шесть процентов. Двадцать шесть процентов. Тринадцатого марта изготовили. До седьмого апреля надо скушать. Пастеризованные сливки с использованием бактериальной закваски. Количество молочнокислых организмов. Сыр в одном грамме не менее одного на десять в седьмой степени. Беларусь. Сыр то вот не знаю я девчонки где его изготовили. Ну дорогой. Семьсот с лишним рублей килограмм. Ну с дырками. Мой любимый. Так. Как премьеру теперь попробуем понюхаем палочку. Ну пахнет конечно на вкус на премьеру. Мне нравится. Полукопченая охлажденная. Фабрика качества. Что тут. Мясо кур. Мясо кур механической обвалки. Шпик. Шкура свина. Вода. Посолочная смесь. Соль. Фиксатор окраски. Нитрит натрия. Специи. Экстраты. Специи. Молочный белок. Декстроза. Сахароза. Стабилизаторы. Первофосфаты. Полифосфаты. Регулятор кислотности. Трифосфаты. Лимонная кислота. Глюконы. Дельта. Лактон. Молочная кислота. Антиокислители. Экстрат. Розмарина. Аскорбиновая кислота. Изосорбат. Натрия. Усилитель вкуса. Аромат. Глуптомат натрия. Ароматизаторы. Консервант. Ацетат натрия. Красители. Рис. Красный. Ферментированный. Гемоглобин. Ну вот девочки. Про клубасу что-то хочу сказать. Зачем я ее читать-то начала. Не знаете. Вкусно очень пахнет. Очень. Но столько всего написано. Страшно становится. Если здесь кур шкурки свиные. И механическая. И мясо кур механической обвалки. Шпик. Шкура свиная. И мясо кур. Ой девчонки. Я не знаю. Ну что это такое. Методельные. И вот такие вот рубленые сосиски охлажденные. Читать или не читать. На первом месте стоит свинина. Вода. Мясо кур. Мясо кур механической обвалки. Говядина. На предпоследнем месте. Посолнечная смесь. И пошло через запятую. Экстраты пряностей. Дикстероза. Метольдодистрин. Какой-то животный белот. Ну и через запятую то же самое, что я вам читала раньше. Какой кошмар. Может содержать следы молока, лактозы, яиц, злаки, сои, горчицы, сельдерей. Обалдеть. Ну вот. А тут еще это. Таблетки-то свои. Посмотрите, портянка тоже какая. Портянка, смотрите. Не знаю, чего там решь, да? Спешу вам сообщить. Насчет весов. Поехали мы в семейный магнит, где мы покупали. Пожаловались и нам дали новые. Принесли новые весы. Сказали только гарантия. Остается с того дня, когда мы купили их. Попробуем. Пока работают. Надо было батарейки с тех весов забрать. Я потом уже тоже подумал. Нет. Одна батарейка здесь или забрата их. Там одна и эта оттуда. Ну, не знаю, как эти весы у нас будут работать. Ну, разбрасывать килограммы, граммы. Ну, у нас сначала тоже все сбрасывалось. Короче, со 2 ноября у нас остается гарантия. Нам сказали так, не будут эти работать, принесете. Я так поняла, что они могли бы нам сегодня деньги отдать, да? Нет, сегодня, я там сказала, придете завтра. А, ну, завтра, да. Придете завтра. Потому что она растерялась с девушкой. Да, она сказала, если хотите деньги, то приходите завтра. А если хотите весы, вот она принесла нам откуда-то со склада весы. В общем, будем пробовать. Гарантии еще есть у нас. Так что, я думаю, что до окончания срока гарантии они тоже перестанут работать. Надеется на лучшее. Да, будем надеяться на лучшее. Потом заехала я в мозаику. Купила я вот эту вот пластику. Масло для лепки запекаемое. Буду для кукляши для своей делать. Башмаки. Ну, не башмаки. Сначала это, как это называется, забыла. Ну, форму. Колодочку. Колодочку. Колодочку буду делать. 200 рублей вот за эту форму я отдала. Колодочку сделаю. Потом ее запеку в духовке. Вот. Почти у меня все готово. Вчера разрисовала я голову. Саш, принеси мне голову. Уже. А я сейчас покажу, пока, что мы купили еще, поехали в магазин. Копченые копчики купили. Грамм 200, наверное, здесь. Попробовать. Я и так говорю, с панкреатином надо будет их пробовать. Ну, вот что-то захотела. Потом спинки купили. Спинки тоже погрызть вечерком. Хочется иной раз. Вот я люблю погрызть. Берегись нашу печень. Да, берегись печень называется. Бантики с маком. Из слоеного теста. Замороженное. Печеночная колбаска. Не ливерная, именно, а печеночная. И курнички купили. Курнички, по-моему, 180 с чем-то рублей килограмм. А вот бантики 204 рубля килограмм. Здесь вот нету килограмма. И вот родственники нам привезли салфеточки из Икеи. Они уже подорожали, эти салфеточки. Были по 29 рублей, стали дороже. 34, да? 34 рубля. Три упаковочки нам купили. Сами мы теперь не ездим. Просим, вот кто едет. Кто едет, покупает. Спасибо. Сейчас я вам покажу. Вчера я разрисовывала кукляшечку свою. Вот такая голова получилась. Вот такая вот. Вот здесь еще будут реснички. Сидела в двух очках. Потому что глаза-то не видят, а здесь такая работа тонкая. Вот так получилось. Ну, я думаю, что для первого раза неплохо получилось. Правильно? Конечно, конечно. Для первого раза неплохо. Особенно вот эти вот краски по ткани. С ними прямо так это осторожно надо. Одно движение и все, расстрел. Вот. Теперь будем колодочки делать. Ну, вот такие покупочки у нас были. Удача, мы везде съездили. Сегодня я попробую, смонтирую видео, загружу. А то давно уже ничего вам не показывала.